В это время, когда сердце открылось, нужно начать повторять «я желаю всем счастья» прямо от сердца и прямо вот от сердца желать всем счастья. Но все равно продолжать слушать тех, кто молится, следя за собой, что я читаю, как они повторяли, я помню о них. И в это время я должен свое счастье кому-то отдать. Я уже заранее должен знать, я отдаю алтарю, отдаю святому человеку, отдаю наставнику, отдаю Богу, отдаю тех, кто молится, но не отдаю своему сыну. Потому что ты должен связаться, слушать тех, кто молится и отдавать Богу. Нужно от Бога к Богу идти, понимаете, не от Бога к человеку, то есть я отдаю сыну, все, теперь заработало, я сыну все отдаю. Надо отдавать Богу, потому что в этом случае вы на Бога замкнуты, как бы и у вас идет очищение судьбы. Через это ощущение судьбы очищается сначала ваше сердце, потом ваши связи со всеми. И когда связь, ваше сердце очистится, пойдет очищаться связь с сыном, а потом связь с ним очистится и он начнет сам очищаться. То есть есть три стадии побед над судьбой. Первая стадия очищения озера моего, с моей судьбы это мое сердце, потом дальше там ручейки идут во все стороны. И какой ручеек нуждается больше всего в очищении, туда и пойдет ваша память, а вы ее должны возвращать к Богу назад. Когда вы ее вернете, то у вас останется просто чувство, что там все улучшается. Вы забудете про сына, но будете знать, что там все улучшается. И свою память надо продолжать и продолжать направлять к Богу. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я молилась целых три года, сыну лучше не стало. Почему? Я говорю, у вас сердце-то лучше стало по отношению к нему? Она говорит, нет, не стало. Я говорю, о ком вы думали, когда вы молились? Она говорит, конечно, о сыне. А надо было забыть о сыне, потому что, когда она забывает о сыне, то в это время Бог о нем вспоминает. Потому что, когда мы помним сами о своих родственниках, в это время Бог туда залезть не может. Потому что судьба действует через память. Мы памятью все своей закрыли, сами все помним, значит Богу там места нет. Надо забыть про сына, думать о Боге. Бог знает с самого начала, что тебе еще раньше Бог знал, что тебе нужно сыну помочь. Но он это не делает, потому что это есть в этом твой выбор. Если ты начинаешь молиться, думать о Боге, и энергии хватает твоей любви в отношениях с Богом, тогда эта энергия сразу идет на помощь сыну. И ты не должен туда вмешиваться, потому что это дела Бога. Ты просто думай о нем, а он будет думать о тебе. Помощь сыну это не твои дела, а дела Бога. Тогда, как мы считаем это своими делами, ему и не помогает поэтому. Вернее, помогает настолько, насколько у меня внутри есть силы. А у меня их там вообще почти нет. В результате замкнутый круг. Его надо разомкнуть памятью о Боге, служению ему. И надо забыть про себя. Оставь свои заботы, падение и взлет. Это первое, что человек должен научиться в молитве делать. Для того, чтобы это произошло, у человека должны быть напоминалки о Боге. Какие это должны быть напоминалки? Это алтарь. Сделайте алтарь так, как вам рекомендуют ваши веры. Если у вас нет никакой веры, сделайте алтарь очень просто. Поставьте туда изображение святых людей, каких хотите. Можете, всех духовных традиций, каких вы знаете. Поставьте туда или свечку, или просто наполните топленым сливочным маслом фитилек. Поставьте туда из ванки. И зажгите его, пускай это горит. Всегда очищайте алтарь водой или протирайте его. И закрывайте после молитвы, чтобы он не контактировал с обычным миром. Не позволяйте туда животным лазить и так далее, всем остальным. То есть это место для Бога. Можно там подставочку иметь, когда вы, допустим, приготовили пищу, можете на алтарь подставить и просто прочитать свою молитву в своей вере. В этот момент, когда вы будете читать, пища станет освященной. Это самый простой способ освящения пищи, а более сложный, и есть каждый в своей вере. У каждого есть свои методики. Каждый верит. Поэтому я вам не говорю более сложные методики освящения пищи. Освященная пища. Вот смотрите, когда я растение с корнем вырвал, я в это время забрал его жизнь. Даже с этой точки зрения, это в какой-то степени грех. Хотя растение не почувствовало боли, и поэтому грех не слишком большой. Но если я осветил эту пищу, то она лишается всего греха. Лишить греха пищу мясную очень сложно. В древней культуре люди могли с помощью очень интенсивных молитв даже убить животное, положить его на алтарь и очистить его. И животное в этом случае шло в рай. И еще получало форму жизни человеческую. Но это очень сильные мудрецы это делали. Или это мясо становилось освященным. Но сейчас, понимаете, люди не способны практически на это. Они, слава богу, если они растительную пищу могут нормально осветить, или молочную, то слава богу, понимаете. А мясную очень сложно осветить. Потому что это же насилие было произведено. Больше страданий. Значит, больше надо трудиться. Поэтому лучше освящать растительную пищу. Она становится освященной быстро достаточно. Растительную или молочную. Также напоминалкой является звук тех, кто молится. Напоминалкой являются четки. Когда человек в руках четки держит, у него лучше концентрация.